Здравствуйте, друзья! Тут Ларсен и «Бизнес-молодость» на финале. Сегодня, как обычно, в это время мы рассказываем вам истории, удивительные истории, удивительных молодых и, ну, молодых душой людей, которые создают свой бизнес, создают с нуля, из ничего, из ниоткуда. И оказывается, что это, в общем, сделать может каждый из нас. По крайней мере, так утверждает сообщество «Бизнес-молодость», один из сооснователей которого, Михаил Дашкиев, как всегда, я даже не знаю, мой партнер по этому проекту в нашей студии. Привет, Миша! Да, привет! И сегодня мы рассказываем вам о компании, которая называется «Море Шоу», и владеет этой компанией Влада Чижевская. Привет! Привет! Напомню... Которой 60 лет. Поделить на три. 65, 10, 99 и 6 – наш московский телефон. У нас есть сайт finam.fm. Заходите на страничку программы вдоль, и задавайте вопросы смелые в интернете, и звоните по телефону. Влада, расскажи, пожалуйста, что сегодня из себя представляет твоя компания. На сегодняшний день у нас агентство существует уже два с половиной года. А чем ты занимаешься? А, да. Я занимаюсь организацией детских праздников. Так. То есть мы на детские праздники, скажем так, поставляем аниматоров. То есть феи всяких разных, человеков-пауков, пиратов и так далее. Совершенно волшебный бизнес. Да. Несем радость в дом. Значит, сейчас у нас порядка, ну, свыше 30 аниматоров. Вот в штате есть арт-менеджер, есть продажник, есть несколько менеджеров на прием звонков. Развиваемся. А сколько ты зарабатываешь, Влады? Зарабатываю сейчас свыше 300 тысяч. То есть это твоя личная зарплата? Да, ну, как бы, да, то есть каждый месяц у нас растет, потому что мы берем все новых и новых классных клиентов, больших. То есть 300 тысяч в... Мы в этом, в этом проекте мы сдаем неприличные вопросы. Сколько лет тебе? 20. В 20 лет 300 тысяч рублей ежемесячная зарплата. Да. У меня в 20 лет было 200 долларов. Меня очень сильно волнует, куда ты их тратишь, конечно, но... Но об этом поговорим чуть попозже, да? В принципе, для меня вообще, конечно, совершенно непостижимо, как человек в 20 лет может вообще задуматься о том, чтобы делать какой-то бизнес, особенно хорошенькая девушка, особенно в таком соблазнительном городе, как Москва. Я просто помню себя в 20 лет. Правда, мои 20 лет пришлись на начало 90-х, там, на середину 90-х. И кто-то, конечно, уже успевал тогда делать бизнес и челночил, но у меня был рок-н-ролл, у меня были дискотеки, пляски, танцы. Я не знаю, первые выезды за границу, какие-то безумные, интересные вещи, которые вообще не приносили денег. И про деньги я начала думать после 30-ти. Как-то вот твой стоп. Тут я поделюсь небольшой инсайдерской информацией. Я знаю, что детство у Влады тоже было полно приключений. А, просто она раньше начала. Да, я просто раньше начала. Я в Москве с 14 лет. Лада, расскажи чуть-чуть про свое отрочество, юность. Как ты пришла, докатилась до такой жизни, с чего все начиналось и где ты вообще родилась? Да, откуда ты взялась? Я родилась в маленьком поселочке на берегу Черного моря, называется Новомихайловский. Там находится Всероссийский детский центр Орленок. Значит, он один. Это самый крупный лагерь. Это под Сочи же. Ну да, да, то есть поселок Новомихайловский. Это самый крупный лагерь в России. Вот, собственно говоря, такая страна детства. Вот я там и родилась. И твои родители работали в этом лагере? Да, да, да. Вот там, да, буквально в последнее время у меня мама там проработала 20 лет. И теперь я ее уже в Москву перевезла. Значит, родилась там, выросла там, ходила в танцевальный коллектив, очень много ездили по России. И так получилось то, что, ну вот, больше всего мне в душу запала именно Москва. То есть мы там, мы в Москве были несколько раз. Я была таким очень самостоятельным ребенком за счет того, что я очень часто ездила по лагерям, как-то часто была в разъездах. Вот, то есть мама мне доверяла. Я такая была очень ответственная. Ну и как-то так получилось то, что в 14 лет, точнее, не как-то так. Я закончила 9 класс и понимала, что что-то тут не так. Что, ну, мне... Что не так, что не так? Ну, я хотела... Ну, во-первых, мне очень было тесно, скажем так, в моем поселке. Мне хотелось чего-то большего. Вообще я хотела, значит, строить карьеру. Большую цену. Да, я хотела в кино. Вот именно кино. Меня прямо вот манило. Я присмотрела все передачи. Прямо мне так было интересно. Я тоже 12 лет хотела в этой футболистике. Да, да, да. Ты понимаешь, это типично для девочек в таком возрасте. Для красивых и талантливых девочек. Да. Значит, переехала в Москву. А, поступила в колледж. Колледж, в ГИКе. Мы, значит, с мамой нашли. Поехали, поступили. Погоди, а ты что, одна осталась жить в Москве в 14 лет? Да, меня мама привезла. То есть мы поступили. Мне было 14. Только, ну, как бы, вот начался учебный год. Мне исполнилось 15. Ну, вот, и все. И я начала. Ну, да, я там осталась одна. Мама уехала в общежитие. Как бы, да, учиться. Ничего себе. Это как-то вообще... Как-то вот вообще... Я в 16 осталась одна в общежитии и чуть там не вскрылась. Как же, мама... Подожди. То есть, я так понимаю, ну, конечно, навыки самообслуживания у человека в 15 лет есть. Но все эти соблазны большого горда. Общага, это такое нечистое место во всех отношениях. Как тебе удалось там выжить-то? Видимо, мне как-то повезло. Не знаю, вот у меня действительно и в Москве, и вообще, в принципе, всю жизнь окружают именно хорошие люди. Ну, то есть... Как мама решила с тебя одну оставить? Что, никаких тетушек, дядюшек, хотя бы хоть какой-то супервайзера, который приходил раз в неделю и смотрел, как там Влада поживает? Нет, нет вообще никого, никого. А сколько денег тебе высылали? Мне не высылали денег практически, но как бы я старалась совсем не брать. Я практически сразу начала работать в Москве. Кем? В 14 лет? Промолтером, ну, в 15, да, только мне исполнилось 15, можно сказать, еще 14. Вот, соответственно, я начала работать с промолтером. Я раздавала листовки очень усердно, сама нашла там, нашла через газету элементарно. Ну, то есть это сколько, получается, было? Пять лет назад, поэтому как бы тогда еще газеты были в ходу. Вот работа.ру нашла, значит, объявление пошла, устроилась промолтером, очень усердно раздавала листовки. Первый месяц у меня была там что-то типа там оплата, там что-то типа 200 рублей. Потом, значит, мне повысили... 200 рублей в час. А, слава. 200 рублей, да. Потом мне повысили... А, нет, даже 150 рублей было, да. А мне повысили до 200, потому что я приводила клиентов. То есть, ну, как бы не было тогда таких понятий, что еще и промолтер... На обед в Макдональдс ты могла себе самозапать. Я в Макдональдс и не ела. Так. Да, соответственно... Подожди, а ты сама себе готовила в общежитии? Да, да, конечно. Я сама себе готовила. Вообще, деньги я тогда копила на подарки. Ну, вот реально, у меня прям так есть такие блокнотики, даже до сих пор осталось. Значит, блокнотики я там писала, там, кому какие подарки я хочу. Вот у меня там на Новый год я ехала домой, я там всем расписывала, что хочу, и копила на это. Ничего себе. Да. Подожди, ну, а в общежитии, а как, ну... А у меня, кстати, было очень удобно. У меня общежитие находилось на четвертом этаже, а училась я на третьем. Ну, это было так первый год. То есть, мне было вообще очень удобно. Ну, а ты училась там на... Ну, как это? Актерского мастерства? Нет, актерского мастерства там не было, и слава богу. То есть, это была все лишь мечта. Поэтому, ну, я пошла на менеджмент в кино. То есть, в принципе, такая профессия и творчества, и в то же время такая она организационная, административная. Поэтому мне вот как раз было по душе. А кроме промоутера еще кем-то поработать? Потом я работала... Значит, сначала я работала промоутером, меня повысили. Я там уже сама стала назначать, сколько я буду работать. Вот, то есть, я там подсчитывала, чтобы у меня там кругленькая сумма выходила. Говорила, я буду работать в 8 часов. Кругленькая сумма. Да. Значит, потом я работала официанткой, потому что я уже понимала, что у меня этих денег не хватает промоутерских. Вот, я пошла и устроилась официанткой. В 15 лет. Мне было 15 лет. То есть, я там промоутер поработала где-то полгода. А потом... Меня в 15 лет взяли официанткой. Вот это вообще, огромное спасибо человеку, который меня действительно взял. Потому что, ну, видимо, видели мои горящие... Только ты его не называй. Понятно. Я прекрасно понимаю. Значит, у меня, видимо, так сильно горели глаза, и я так сильно хотела работать, что меня взяли. Там я проработала два года. Ну, полтора где-то так. И уже, ну, то есть там, собственно говоря, мои такие уже понятия о деньгах появились, потому что у меня были очень хорошие чаевые. У меня были хорошие... Ну, зарплата была маленькая, но я за счет чаевых, за счет того, что я хорошо общалась с людьми. Ты поняла, что ты умеешь общаться, умеешь обаять клиента, и надо что-то делать дальше, какое-то самостоятельное дело, или еще нет? Нет, еще нет. Я потом, после этого начала работать еще аниматором. То есть я, ну да, аниматором. Я жила в общежитии с ребятами, которые как раз-таки подрабатывали тоже анимацией. Вот, и меня начали потихонечку с собой брать на заказы. Ну, вот я смотрела, втягивалась и все это. А как у тебя была коронная роль? Ну, кстати, вообще, приходилось вообще кем угодно быть. Мэри Поппинс, я думаю. Нет, не Мэри Поппинс. Мэри Поппинс у меня уже появилась, когда я сама, ну, свое агентство сделала. А тогда, наверное, я не знаю, фей, пират, вот этот самый популярный, такие топ. На тот момент была популярна еще фея Винкс Блум. Значит, я начала работать аниматором, так вот потихонечку. Сначала мне просто перекидывали вот знакомые заказы. Я ездила, работала, вот, потихонечку втягивалась. Мне это очень сильно понравилось, потому что, ну, как бы идеальная для меня была профессия, потому что это и творчество какое-то, и работа с детьми, что я люблю вообще с самого детства, потому что я перенянчила весь двор, вот, и у меня прям хорошие очень отношения с детьми складываются. Значит, и вот таким вот образом втянулось во все это. Влада, так что же натолкнуло тебя на мысль о собственном бизнесе? Когда был тот вот раздел, когда было то, что делит твою жизнь на до и после? Ну, собственно, ну, то есть это было, так скажем так, немножко плавно, потому что я, у меня не было, хотя нет, было так. Я не клоняю это то, что мы натолкнули тебя на мысль о собственном бизнесе. Мне реально интересно, какие мысли в голове, какие мысли в голове. Что происходит в голове у такого юного человека, чтобы он начал совершенно взрослое и самостоятельное дело? Об этом после новостей на Финаме. Оставайтесь в доле Стуты Ларсов. Сегодня в программе в доле вместе с бизнес-молодостью и Михаилом Дашкиевым, сознавателем этого проекта, рассказываем вам удивительную историю Влады Чижевской, которая в 15 лет приехала покорять Москву, в 14 даже. И пока вы слушали новости, открыла нам по секрету, что уже лет в 17 в ее копилочке 1100 рублей лежало всегда на черный день, что для меня, конечно, совершенно какая-то непостижимая вещь. Прежде чем мы продолжим рассказывать вам историю, как Влада начала собственный бизнес, 65 10 99 6 наш московский телефон. Заходите на сайт финам.фм на страничку программы в доле. У нас на связи Василий. Здрасте. Здравствуйте. Слушаю вас. Я не первый раз вам звоню. Так. Обожаю на финам.фм звонить, очень легко дозвониться. Спасибо. Я первый вопрос к Михаилу. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Вот вы не первый раз участвуете в программах. У меня такой нескромный вопрос. А Татьяна что, не справлялась? Почему вас подсадили? Василий, просто эта программа делается совместно с проектом «Бизнес-молодость». В ней мы рассказываем о кейсах, о тех удачных бизнес-проектах, которые осуществились с помощью «Бизнес-молодость». Татьяна, отлично справляется. Я не знаю всю технологию процесса. Я могу рассказать о многом, но я не могу вам рассказать, как делать бизнес. А Миша может. Поэтому на самом деле это такой стереоэффект. Ну да, наверное так. Да и веселее просто вдвоем. Ну, я сегодня получил от вас рассылочек немного депрессивные. А как вы хотели? Смотрели, от «Бизнес-молодости» я имею в виду. Да-да-да, сегодня в рассылке там было то, что оживете ли вы настоящей жизнью, спрошу ли мы у наших читателей. Так, Василий, отталкивайтесь от одна и всплывайте к свету. Я-то живу и как бы занимаюсь тоже бизнесом, в частности, игрушками. Игрушками? Прекрасно, вы наш человек. Да, интернет-магазин, тоже стартапчик, скинувшись немного, правда. Вот у меня два вопроса. Давайте. Владе, потому что есть в проекте в голове пока что проект, который хотел бы открыть специально для ивент-агентств вроде как у Влада, чтобы продавать вещи, которые требуются им часто, которые им приходится искать в разных местах. Это неудобно, насколько я знаю, потому что общался там. Вась, я думаю, вы спокойно можете оставить свои координаты, Влада вам перезвонит, и вы свои узко-бизнесовые вопросы обсудите в приватном разговоре. А я скажу, что идея ваша однозначно хорошая, ивент-агентств действительно много. Вам стоит определить номенклатурный список того, что действительно горячее и то, что нужно ивент-агентствам, и сделать то, о чем мы уже давно говорим в своих видео, в статьях и так далее. Вот поэтому у меня еще один вопрос возникает. Все-таки, чтобы обозначить, может быть, Михаил, вашу полезность, вы начнете раздавать свои курсы на интенсив за что-нибудь? Знаете, чтобы обозначить нашу полезность, вряд ли. Все-таки у нас такая позиция, что раздавать мы не приемлем, как и в бизнесе, ничего не дается бесплатно. Я же говорил, какую полезность. Ну ладно. Василий, вы извините, конечно. Василий, поднапрашивайся на какую-то партнерскую программу. Мы напоминаем всем, что халява наказуема. Василий, миллион долларов лично вам передам за личным ужином, если вы выполните мое задание. В общем, увидимся еще. Да, приходите на интенсив бизнес-молодость и лично сможете задать все вопросы, которые вас интересуют. Еще один звонок. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Если можно, как-то это, ну, покомпактнее. Да. У меня вопрос к Владе. Меня зовут Евгения. А вопрос к Владе. Вот с момента на того, как Влада начала свое дело до момента, скажем так, то есть, ну, я понимаю, страх присутствовала всегда. Вот как справлялись, то есть, наверняка были моменты, когда опускались руки и было понятно, что вот ничего не получится. Вот как с этим справляться в бизнесе? Отлично. Спасибо, Женя, большое за вопрос. И я бы еще его и расширила. Все-таки ты оказался в очень юном нежном возрасте в большом городе со всеми его плюсами и минусами, со сблазнами, страхами, с какими-то искушениями, а еще и в творческой среде, в общаге ГИТИСа, да? В ГИКа. Как тебе удалось действительно вот это все-таки побороть, устоять? Были ли вообще проблемы ямы и падения? Нет. Вот те раз. А что это? Ну, это что это? Воспитание или, я не знаю, какой-то вот духовный стерженек в тебе настолько крепкий, что с детства было понятно, куда правильно двигаться, а куда не стоит лезть? Сейчас вот сначала... О страхах. Да. Ну, наверное, да, сначала на вопрос Евгения отвечу. Что касается бизнеса, да, ну, вот действительно как-то, ну, могу сразу сказать то, что у меня никогда не опускались руки, у меня не было такого периода, чтобы вот все, ужас, все, я, я, все, я не смогу. Я всегда и с самого детства я всегда верила в себя, хоть в меня и не верила там мама даже, да, и какие-то там мои окружающие, но у меня всегда было очень позитивное настроение, действительно позитивный. Вот, соответственно, у меня никогда не было такого, что, таких мыслей вообще, в принципе, я даже не допускала этого. Для меня это изначально был бизнес, для меня лично, может быть, это в силу возраста, для меня это было как игра какая-то, как какой-то прям азарт, мне нужно было сделать, мне нужно было выделиться, мне нужно было добиться, да, вырваться. Влада, ну, ты хочешь сказать, что у тебя не было ни одной проблемы, что твоя история как история фии? Нет, я сейчас говорю про начало, вот именно про начало, да, грубо говоря, до первых денег. Дальше у меня был такой период, когда появились деньги и нужно было ими как-то там, как-то их размещать, как-то ими управлять. Вот тогда, да, действительно, я там сняла ненужный мне офис, я сделала очень дорогой сайт и так далее. И как бы в какой-то момент осталось там, грубо говоря, да, без такой финансовой как бы подушки, да, какая у меня была всегда. То есть и такая была немножко депрессуха, вот. Но, опять же, как бы я быстро из неё выбралась, то есть она была такое непродолжительное время, вот. Поэтому, ну, поэтому я и говорю, что у меня практически, ну, у меня не было такого, чтобы вот прям там опускались руки. Ну, и очевидно, не было такого, что соблазны большого города сбили тебя с пути. Да, хотя, конечно, вот я сейчас понимаю, я просто об этом никогда не задумывалась, но, действительно, было очень много соблазнов, потому что, опять же, это в гик, да, то есть это творческие личности, это... Блогема. Да, как бы там куча всего, на самом деле, я вспоминаю сейчас, там куча была действительно не очень, как бы, таких вещей, ну, с чем там обычно молодёжь увлекается. Секс, наркотики и чёрт что. Да, 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 да. Ну, нет, на самом деле. Да, 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 да вопрос. Все-таки, да, у нас сегодня не женские истории. Ну почему же? У нас первый раз девочка сегодня. У нас сегодня разговор о бизнесе, да. Хоть и девушка у нас прелестная. Влада, расскажи, пожалуйста, чуть-чуть про причину создания бизнеса, а именно, почему именно таким бизнесом, а не, например, трубозапорной арматурой или щебнем ты решил заняться. Почему не платье, почему не косички, почему детские праздники? Ну, значит, сначала получилась причина, почему. Вообще мне всю жизнь, ну, за счет того, что я из маленького очень поселка, да, то есть у нас многодетная семья, нас трое, папа моряк, то есть он постоянно, как бы, там то приезжал, то уезжал, то есть мы, по сути, росли с одной мамой. То есть у нас, ну, действительно достаточно, ну, не хватало, все время не хватало. Мы жили, кстати, в коммуналке, я всю жизнь, как-то у меня так получалось, то, что я родилась в коммуналке, всю жизнь прожила в коммуналке, потом уехала общаги, 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 одна, вторая, Ну вот как-то лагеря, и вот все время как бы... Важная анимация по жизни. Ну нет, это скорее, я пытаюсь сказать об условиях жизни, то есть далеко были не самые лучшие. Значит, и вот мне именно надо было. Я хотела очень сильно увезти брата оттуда, из маленького поселка, потому что там нет ни нормального образования, там нет никакого развития вообще. То есть там как будто бы, ну не знаю, у меня лично такое ощущение, что там жизнь остановилась. Она только, ну она начинает как-то идти, когда там идет лето, все. То есть это единственный период, потому что курортная зона. Я приехала в Москву, мне именно надо было. Я постоянно куда-то стремилась, я постоянно что-то делала, у меня было очень много энергии. Соответственно, ну в определенный момент пришло вообще в принципе понятие бизнеса в голове, как оно пришло. Я начала смотреть, во-первых, у меня мама педагог, папа моряк. Соответственно, у меня никто никогда вообще понятие бизнеса в голову никогда не вбивал. Ну и это был такой достаточно долгий период, когда оно у меня в принципе зарождалось. Я читала книжки, я смотрела вообще, я пересмотрела там все передачи про бизнес. И вот таким вот образом, потихонечку, книжки я читала там Дональда Трампа. Началось все у меня как-то так получилось с Ларри Кинга. И там какие-то были перекрестные, ну хотя это по идее журналистская там вообще сфера, да. Но какие-то пошли перекрестные ссылки там на каких-то бизнесменов. Вот он рассказывал. Я читала про этих бизнесменов. Вот, а потом я, значит, мне дали, я с подругой поменялась книжка, она мне дала Дональда Трампа, а я ей дала Ларри Кинга. Вот, значит, и вот Дональда Трампа начала читать, Тинькова и так далее. Вот пересмотрела все передачки. И вот таким вот образом я ехала домой, и у меня я подумала, а почему бы мне не сделать агентство? Потому что я на тот момент работала аниматором, и у меня действительно очень классно получалось. Почему именно детские праздники? Потому что прежде всего я понимала то, что я в этом очень хорошо разбираюсь. Ты выросла в пионерском лагере? Да, да, то есть это раз. Во-вторых, я на данный момент занималась именно детскими праздниками. И я разбиралась в них действительно очень хорошо. Вот, поэтому я решила, что зачем мне придумывать велосипед? Ну вот, если я это делаю хорошо, и мне это нравится, и это действительно очень круто, почему бы мне не заняться этим? Да, но ты была внутри, ты была как бы в штате, ну, так сказать, в составе участников процесса. А как тебе удалось над ним поднять? Да, вот какие первые шаги именно к бизнесу ты сделал? Может, ты арендовала там, я не знаю, офис огромный сразу, оборудование закупила, телефоны, секретаря, цветок. Нет, все... Нет, картуз. Картуз. Монитор. Ключевой. Нет, на самом деле у меня было все намного проще. Я, ну, во-первых, когда зародилось само понятие в голове, да, бизнеса, я поняла, что я хочу сделать агентство. Я еще до бизнес-молодости, я сделала сайт, вот, он, конечно, был такой красивый, он был в облаках и так далее, вот, ну, абсолютно не продающий. Это понятие мне потом привили уже в бизнес-молодости. И, значит, я первое, что делала, это купила, сделала сайт, купила телефон обычный, 495, там, прямой номер, ну, там, стоит, я не знаю, там, тысячу рублей, вот. Вот, и все, собственно говоря, и начала работать. Это бизнес. Нет, на тот момент я уже, ну, сам бизнес непосредственно я начала делать уже именно в бизнес-молодости. Ну, тогда расскажи. А как тебя занесло на интервью? Как я туда попала? Я, вот, у меня был такой период, когда я училась много, ну, то есть сама читала книжки, смотрела передачи, и была я подписана на рассылку в Высшей школе экономики. И мне пришло письмо, то, что приходите, вот, бесплатно семинар, вот, а я тогда ими очень сильно увлекалась, ходила везде, где только могла добыть информацию, везде ходила, училась. Вот, пошла на бесплатный, значит, мастер-класс Сергея Ватутина, это основатель. А Сережа Ватутина, это наш хороший друг, он основатель, владелец еще одного тура. Компания, сети турагентств, и он как раз выступал в качестве гостя. Да, он выступал в качестве гостя, мне было очень интересно послушать живого миллионера. Ну, вот, я, значит, пошла, сидела на первом ряду, значит, такая была прямо гей, вот. И там как раз был Петя Осипов, вот, который очень технично... Это еще один сооснователь проекта «Бизнес-молодость» для наших слушателей. Да, это партнер Михаила, и вот он, как бы, очень удачно всех закрывал, значит, на коучинг в «Бизнес-молодость». Заманивал. Да, заманивал. И мне как раз это было вот на тот момент вообще то, что нужно. Вот, в ту пору она стоила всего ничего, там, 3000 рублей. Вот, соответственно, для меня это было... Ты раскурочила свою копилочку. Да нет, кстати, для меня это были легкие деньги. Ну, в смысле, ну, мне не так было их тяжело отдать. Вот, соответственно, я подумала, что, а, даже если ничего не получится, ну, как бы, пускай. А вот чему научилась Влада Чижевская на этом интенсиве, мы расскажем вам после новостей на феномен. Сегодня в «Доле» мы вместе с «Бизнес-молодость» рассказываем вам очередную историю успешного бизнеса. 65 10 99 6 наш московский телефон, код Москва 495. Заходите на страничку программы «Вдоле» на сайте финам.фм. У нас в студии Михаил Дашкиев, сооснователь проекта «Бизнес-молодость» и Влада Чижевская, хозяйка компании «Море шоу». Хозяйка. Такая маленькая хозяйка прекрасного бизнеса, детских праздников. И вот мы продолжаем вам рассказывать историю, Влада, ты пришла на интенсив, и что, и тебе сразу сказали, что всё, что ты до сих пор делала, это не работает. Тогда ещё не было интенсив, тогда был сразу коучинг. Тогда была менее технологичная такая система. Там был вечный коучинг. Да, я пришла на «Бизнес-молодость», мне сказали, что я показала свой сайт. Я такая пришла, уже гордая, что у меня хотя бы что-то есть, да, у меня есть свой сайт. Там, конечно же, естественно, посмеялись надо мной. Миша, а почему посмеялись-то? Ну, потому что это была типичная ситуация. Этот сайт был красивый, безусловно, он был такой весь, как-то есть такое слово сейчас модное, няшный. Мимимишный. Да, мимимишный. Всякие облачка, розовые клоуны, единороги. Но он абсолютно не был заточен и настроен под так называемую конверсию. То есть он не был продающим. Он был, конечно, красивым, презентационным, да, там было ничего не понятно. Один воздушный шар летал там в углу, а где-то там порхала бабочка. Ну, чего продают и сколько это стоит? Да, но если запустить туда 100 кликов, не факт, что кто-то вообще позвонит, потому что он не был настроен на это. Именно это была проблема. И именно этой проблемой страдает большинство сейчас, тысяча сайтов там в России. Поэтому они воспринимают его как просто для имиджа. Картинка красивая. Да, да, да. То есть у меня вот не было понятия, что сайт, оказывается, должен продавать, а он должен продавать. Вот, поэтому я, ну, мне в бизнес-молодости сказали переделать. Для меня это было так тяжело. Я думаю, почему я должна расставаться со своими оболочками? Вот. Ну, в итоге я переделала и сделала, вот, ну, по сути у меня там первый сайт, ну, сделан, был очень действительно хорошо. Он есть до сих пор, вот, и, ну, там в первозданном виде, вот, и он начал очень хорошо продавать. Вот, я запустила, первый инструмент, который мне дали, это вот сайт, ну, я сделала его хорошо, красиво. Я сразу, я там, во-первых, я ни у кого не воровала. Вот очень много вот именно вот в этой сфере, в детских праздниках, люди считают, что, а, дай-ка возьму у нее картиночку, да, там, и так далее. И очень много воруют, действительно, там, тексты, у меня уже мой сайт вообще, уже своровали все, кому не лень. Вот, соответственно, там, тексты, фотографии, все, что угодно, там, видео, все, что угодно вообще воруют. А у тебя все было только то, что делала лично ты. Да, да, то есть у меня вообще, в принципе, такая позиция, ну, как бы, я вообще не понимаю, как можно, как можно брать у кого-то что-то вот так вот без спроса и размещать у себя, когда... Вот я знаю, сколько я на это потратила труда и в то время, и сейчас трачу. То есть я изначально сделала красивую фотосессию, я сфотографировала, ну, то есть сняла фотостудию, пригласила фотографа, отфотографировала все свои костюмы, которые у меня на тот момент были, вот, потом сняла видео, там, первое, там, для начала хоть какое-нибудь. Взяла реальные отзывы. Откуда у меня были реальные отзывы? Значит, я работала на тот момент сама аниматором, поэтому я с тех клиентов, с которыми работала, я просто попросила их, как бы, там, на диктофон записала, потом переписала это в письменный текст. Ну, вот, соответственно, все отзывы у меня были реальные. Влада, ты говоришь, что твой сайт работал, да? Ну, вот, соответственно, ты запустил сайт, да? Да, первый инструмент это был сайт, второй сайт это был директ. Что значит работал? Ну, что значит он вот дал тебе результат? Сколько звонков в день, да? Да, сколько звонков или сколько денег ты, может, с него заработал? То есть чуть поконкретнее можешь сказать о результатах? Да, я могу, особенно вот, особенно первые шаги, они у меня заложились очень четко, я могу прямо сказать точно в цифрах. У меня было, то есть я запустила трафик, да, это я запустила директ, у меня было 60 кликов, это очень мало на самом деле, но тем не менее. То есть 60 человек зашло на твой сайт? Да, в сутки зашло 60 человек на мой сайт. Из них 6 человек позвонило, то есть это вот как бы у меня было очень хорошее. Это 10 процентов, это шикарный показатель. Да, то есть это было вот до поры до времени так. А купила сколько? Купила, ну, 6 человек, то есть все, кто позвонили, да, все у меня заказали. Я сидела, ну, это был там первые, грубо говоря, первые два месяца, я сидела на звонках сама, вот, и, ну, как бы, видимо, хорошо как-то я продавала, вот, то есть люди мне верили. Или деньги были нужны. Значит, и у меня так получилось, ну, вот, я там 6 человек у меня заказала. В деньгах это примерно, то есть за первый месяц я сделала, у меня дельта была в 200 тысяч, то есть это там не все выполненные заказы были, вот, ну, там предзаказов было вот именно на 200 тысяч. Ну, в принципе, они как бы все... Твоя чистая прибыль. Да, вот, то есть, почему тоже еще она была там сразу такая большая, потому что на первое, в первое время я ездила сама работать, вот, то есть, как бы, я приняла звонок. Оделась фейминкс. Да, и взяла поработала, вот. Да, первое время было так, потом я уже наняла менеджера, вот, который принимал, ну, я не все заказы, естественно, сама исполняла, у меня были там друзья-знакомые аниматоры, вот, или, точнее, не так, были знакомые знакомых, вот, которых я привлекала, и они у меня вот как раз-таки работали, подрабатывали. Я поделюсь ощущениями. Тогда нас было совсем немного, тогда это была кучка анонимных предпринимателей, которые собирались у нас в офисе на Малой Никитской, и мы вот сидели, и вот такое романтическое было настроение, как мы, первопроходцы в бизнес. Тогда, конечно, не было таких результатов, как сейчас, 5000 рублей, мы все аплодировали, 1000 рублей, но первые построены на своем бизнесе, все разрывались аплодисментами. И тут Влада приносит 200. И когда Влада, да, когда Влада сделал результат, 18 лет, будучи, ну, 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 совсем маленькой девочкой, да, 18 лет, она приносит результат в 200 тысяч, и взрослые 40-летние мужики с двумя высшими образованиями, которые у нас там присутствовали. Нет, тогда сидели еще молодые все. Нет, сидели парочку, вот, и вот они вот так аплодировали, конечно, и говорили, молодец. И плакали. Молодец, да, но они, конечно, у них где-то сжимало там внутри, и это толкало всех, поэтому Влада всех вдохновлял. Влада, у меня такой вопрос, а можешь ли ты теперь как-то поэтапно рассказать о развитии своего бизнеса, да, о своего бизнеса? То есть первый этап можно охарактеризовать так, второй этап связан, например, с наймом людей, я не знаю, ну, вот таким образом. Первый этап, первый этап это был очень такой сильный взлет, то есть я сделала все хорошо, все круто, вот, и как-то вот оно вот так вот сильно поднялось, вот, а потом оно у меня, ну, это, естественно, произошел такой некий спад. То есть я там первые там несколько месяцев там 200, ну, да, 200-250 у меня было максимум, я зарабатывала чисто прибыли, вот, значит, и потом у меня было такое, это было лето, конец лета, и у меня был такой, значит, период, когда вот у меня появились первые деньги, да, и я решила, что мне нужен офис, мне нужен, мне нужен, мне нужен, мне нужен очень дорогой сайт, мне нужен, значит, мне нужен сотрудник, мне нужно там вообще, а по факту это, ну, то есть офис мне абсолютно не нужен был на тот момент, потому что я только, можно сказать, начинала. Ну, вот, соответственно, я абсолютно с ним не пользовалась, но на офис в центре Москвы я слила очень много денег, ну, вот, соответственно, я как-то вот не умела управлять финансами, и это нормально, потому что я училась именно на своем опыте. Значит, дальше у меня... А посоветовать некому было, Миш, что этого не надо делать? Или это тот случай, когда человек должен сам все-таки этот опыт заработать на свою пятую точку? Ну, нельзя ходить с лупой за человеком и смотреть за всеми решениями, да, то есть, и это хорошо, на самом деле, то, что Лада прошла через этот период. Да, тут, на самом деле, ну, как бы, ну, вот на тот момент, да, вспоминая меня, мне никто особо и не мог там посоветовать, потому что... Да, и опять же, офис, а вот я, например, считаю, что офис Владе был нужен, другой вопрос, что она не наполнила этот офис, да, непосредственно, и не отработала его так, как сейчас, например, она работает в своем офисе. То есть, тогда она просто сняла офис и не знала, что с ним делать. Ну, да, да. Ну, она приходила туда, сидела, а вот что с ним делать и почему именно нужно? А что с ним надо было делать? Если она тогда просто не дозрела до этого времени. Ну, во-первых, хотя бы там появляться, да, хотя бы там работать. Нет, я появлялась, я работала, но офис, прежде всего, нужен, как бы, чтобы сажать туда сотрудников, вот, потому что само это можно там и где-нибудь там дома или в кафе поработать, да, но, прежде всего, офис нужен для сотрудников. Вот, а сотрудников у меня, как таковых, тогда не было, потому что еще было рано, потому что, ну, это уже такой следующий этап. Вот, значит, следующим как раз-таки этапом, это был уже, ну, то есть, это были уже сотрудники. Вот, первым сотрудником у меня был там, была там девочка-менеджер, да, то есть, с которой мы потом расстались. То есть, и вторым, точнее, третьим у меня уже менеджером, это была моя мама, вот, я ее перевезла, да, но... Мудрое решение. Да, нет, на самом деле, в моем случае это, ну, это идеально, потому что у меня мама мать трех детей, да, то есть, и она идеально разбирается вообще, в принципе, и как и в детях, так и в детских праздниках, так и она, как настоящий эксперт может посоветовать родителю, что лучше провести. Вот, вот, когда ты в 18-19 лет предложила маме работу и перетащила ее в Москву, какая вот первая реакция мамина была? Нет, у нас была такая, на самом деле, то есть, я перевезла брата перед этим, чтобы он учился в колледже, а вот сколько мне было, да, у меня было, получается, там, 17 лет, вот, я перевезла брата в Москву, мы начали снимать квартиру, вот, и мама, она к нам приезжала периодически, периодически приезжала, приезжала, и когда вот она в какой-то момент, когда она приезжала, я ее чем-то нагружала, и она видела то, что ей нужно, что нам нужна ею. Ее помощь, вот, то есть, она видела, что, как бы, здесь есть чем заниматься, а там, так как она осталась уже одна, вот, ей как-то уже, там, особо не делать нечем было. Не, ну, когда она поверила в тебя, когда она увидела, что ты бизнесмен? Поверила меня мама сравнительно недавно, как я сама выяснила, вот, потому что она, ну, правда, то есть, когда у меня уже там был и бизнес, и уже все, ну, как бы, уже вроде так все хорошо, мама в меня, оказывается, не верила, то есть, она до последнего момента. Ну, она же видела, что ты зарабатываешь колоссальные деньги по меркам Михайловского, да, что ты нормально одета. А это ни о чем не говорит родителям, я тоже вот добавлю. Моя мама, моя мама, она до недавнего времени в тайне надеялась, что я как-то... Что ты работаешь продавцом в ИОН. Нет, нет, перебесится и найдет нормальную работу. Менеджером устроит. Вот, вот, да, я говорю. Ну, когда устроится на стабильную работу, то чтобы, ну, что это, это сейчас юношеская, конечно. Я просто не знаю, на какую работу мне устроиться, чтобы хотя бы оправдывать свои затраты. Так вот, Влада, итак, следующий этап после твоей мамы. Кстати, ты, я думаю, устроила маму на работу, все-таки не боясь, что она уведет твой бизнес как-то, что она там будет воровать твоих клиентов. Ну да, это очень мудрое решение. Это доверие, да, определенное? Да, конечно. С чем связан следующий этап и следующий рост? Следующий этап и следующий рост у меня связан с клиентами. Мы начали брать больших клиентов корпоративных, то есть крупной сети, вот, и уже как-то пришлось расти, ну, как бы таким естественным путем. Откуда они взялись? Вот вы же не просто сидели за столом и брали, то есть тут взяли корпоративного. Они взялись по связям. По связям. Да, соответственно, мы работали, ну, за счет того, что мы классно работали, значит, у нас, нас советовали, нас советовали там друзья, знакомые, ну, и там и так далее. Вот, и таким образом у нас вот начали выходить такие корпоративные сети. Какого рода корпоративные сети? Детские магазины? Детский магазин, кинотеатры, рестораны, то есть, ну, много, вот, много разных. Вот, и мы начали брать такую ношу на себя, вот, и, как бы, ее, соответственно, делать быстро и круто, вот, ну, и, соответственно, за счет этого большой рост. Какой объем праздников у тебя сейчас, вот, с этих корпоративных клиентов? Сколько вообще в среднем праздников в день или, я не знаю, в неделю, да, ты проводишь, ну, в среднем? Я думаю, там, порядка пятидесяти, ну, где-то так, то есть, если... Пятьдесят в день? Нет, не в день, в неделю. В неделю. Пятьдесят праздников в неделю? Ну, может быть, даже больше. Это семь в день. Может быть, даже больше. Нет, у нас как, у нас приходится, это в среднем, да, то есть, у нас приходится основная масса на выходные, то есть, вот, там, по субботу. То есть, мы сейчас сидим, а там кто-то танцует. Нет, в субботу. В субботу 20 человек. В субботу 20 человек у нас разъезжается, там, в разные концы Москвы и проводят, как бы, вот, разные, там, игры. То есть, примерно, там, даже, ну, там, в воскресенье, да, там, чуть меньше, основная, как бы, масса праздников приходится именно на субботу. То есть, я понимаю, что это несколько повлияло на твой бизнес, да, такой объем? Конечно, конечно, то есть, мы начали сразу расти, и сразу, вот, и, как бы, таким следующим еще шагом у нас это были именно сотрудники. Вот, когда я уже более-менее, вот, сейчас, как раз-таки, я нахожусь на этом этапе, систематизирую все это, вот. Ты сама нанимаешь людей? Да, пока я набираюсь сама, вот, потому что... Какие люди у тебя есть? То есть, какие позиции, какие должности? У меня есть, значит, продажник, вот, ну, менеджер по продажам, скажу, корпоративных клиентов. У меня есть, значит, арт-менеджер, который прописывает, ну, как бы, всю начинку. Ну, вот, у меня есть менеджер, который работает с клиентами. Вот, но мы сейчас вообще дико не справляемся, тоже у нас, нам нужно вот еще сейчас, там, буквально, 2-3 человека. Друзья, есть вакансии, если что, имеете в виду, попозже продолжим сейчас новости. Ну, Финаме, оставайтесь в Доре. Как всегда, сегодня в Доре мы с «Бизнес-молодость». У нас в студии сооснователь проекта «Бизнес-молодость» Михаил Дашкиев и хозяйка компании «Море-шоу», организатор детских праздников в Москве Влада Чижевская. 651099,6, московский телефон, сайт finam.fm, заходите на страничку в Доре. Вот, интересно, Евгений спрашивает. На рынке организации праздников большая конкуренция. Почему я должен выбрать именно вас? В чем ваша фишка? Очень хороший, кстати, вопрос. Чему тебя выбирают твои клиенты? Значит, действительно, очень рынок перенасыщен, потому что очень много актеров, которые заканчивают актерский факультет, которых очень много, и им нечем заниматься, потому что выбирают единиц, поэтому все идут делать и, на самом деле, аниматорские агентства. Поэтому очень много агентств-одноневых на рынке, и очень много, которые быстро закрываются. Соответственно, они очень сильно как раз-таки такие агентства подрывают вообще, в принципе, доверие к этой сфере. Репутацию. Да, репутацию, потому что у нас очень много, кстати, раз было такое, когда нам звонили и жаловались, что ой, вот у нас мы заказывали в прошлом году, и вот к нам просто не приехали. Или там, мне даже было такое, когда мне звонили в 11 часов ночи, нет, даже не так, в 12 часов ночи мне звонили, и на 10 утра говорили, что, пожалуйста, пришлите нам аниматора, потому что вот у нас девочка-аниматор сам позвонил, сказала, что у меня, она в 12 часов человеку позвонила и сказала, что, ой, извините, у меня как бы заказ, типа там, у нее какая-то там сессия, да, у нее там сессия, она не сможет приехать. Слушай, а у нас была история, как мои друзья вызвали за город аниматора-пирата, и мало того, что он приехал на 4 часа позже, так он еще оказался женщиной с огромной грудью в тельняшке в этой, значит, и когда она вышла с этими глазами в стиле Джек Воробей, черными в треуголке, в тельняшке, которая обтягивает ее необъятные просто вот эти вот богатства, мальчик, к которому она приехала, он разрыдался, ему было 8-7 лет исполнялось, он сказал, мама, это не пират, это тетка, вот вам анимация. Вот, вот, и таких, кстати, очень много, вот, ну, почему мы, да, потому что, во-первых, у нас, ну, я стараюсь, я сейчас очень, ну, вообще, в принципе, я изначально очень плотно работаю над тем, чтобы у людей было доверие к нашей компании, потому что я понимаю, что это ключевое, потому что люди доверяют нам своих детей. Прежде всего, это, как бы, работа над сайтом, да, то есть у нас действительно очень много отзывов, у нас реальные отзывы, то есть вы можете почитать, там, что о нас пишут люди, да, как мы проводим праздники, у нас очень много фотоотчетов, да, то есть где видно как раз-таки, что у нас действительно классные праздники. Вот, ну, и помимо качества, да, то есть я вот почему-то все это рассказывала, потому что качество в этой сфере действительно это ключевое, и очень мало действительно кто его может предоставить. Что значит качество? Качество? Это классные аниматоры. Это действительно классные, веселые, крутые, молодые, худые аниматоры. Иногда фотографии аниматоров напоминают фильм ужасов. Я реально думаю, если бы ко мне пришел такой аниматор, там такая женщина, например, со впавшими щеками, которая в Пеппе длинный чулок в костюме или фея Винкс, у меня была травма. Все правдоподобно. Все правдоподобно. Мне очень интересно, Миш, твое мнение, мне кажется, что все-таки Влада делает бизнес в женском стиле. Абсолютно. Вот расскажи, пожалуйста, в чем разница. Я недавно услышала такое мнение, что женщина, она заточена на стабильный доход, а мужчина на какой-то, ну вот скорее на какой-то яркий результат разовый, а потом, ну как получится. Ну, это аналогия немножко из другой сферы, про яркие результаты, а потом как получится. А это анекдот про множественный оргазм, ты сейчас вспомнишь? Я скажу по-другому. Действительно есть разница в женском и мужском бизнесе, в женском и мужском стиле. Мне даже обидно иногда смотреть за женщинами, потому что они все делают неправильно, они не считают статистику, они не считают показатели. Но зато у них есть интуиция. Они не считают конверсию, они не считают средний чек, некоторые даже не считают, сколько они зарабатывают денег. Но у них получается, вот что самое обидное, у них получается, то есть у них, они все делают через других людей. Вот что. И Влада делает точно так же. Что это значит? Это, например, нужен сайт, например, или нужен какой-нибудь каталог, да? Так вот, они умеют находить того, кто им это сделает. Но в отличие от большинства женщин, скажу конкретно про Владу, то, что она как раз проконтролирует и прижмет ногтем каждого, кто будет делать там или сайт, или каталог, или фотосессию и так далее. То есть у них косвенно, вот она как-то посылает запрос в космос, что ей нужны там корпоративные клиенты, и оп, корпоративные клиенты появляются. А у мужчин не так? Да нет, не так, мы как-то сами идем мамонта убивать. Причем вплоть до конкретного клиента, то есть, например, конкретная сеть ресторанов или конкретный кинотеатр. Если она периодически обсуждает то, что он ей нужен, она говорит, было бы здорово его взять, надо бы с ними встретиться. Так они сами звонят и назначают встречу. Вот что меня убивает больше всего. Это невозможно ни на каком коучинге, ни просчитать, ни объяснить. Нет, это отдельный стиль, однозначно. Отдельный стиль, причем стиль замечательный, вполне хороший. Может быть, женщины не склонны к масштабу огромному, да, им не надо обязательно там пирамиду Хеопса построить. Им достаточно маленького свечного заводика. Хотя вот про Владу это вопрос. Влада, кстати, склонна ли ты к масштабу? Какие у тебя, собственно, цели? Что ты хочешь? Наверное, все-таки я склонна к некому масштабу, да, но, опять же, все в свое время. Потому что нужно дорасти, нужно, потому что все равно я, ну, как бы, молодая. Ну, а в цифрах есть? Сегодня у тебя тысячный заводик, да, сколько ты можешь себе позволить взять? Ну, сегодня 300, там, ну, там, может быть, там, 400, вот так вот. 20 лет, напомню нашим слушателям. Владе 20 лет. 300-400, да. Ну, так. Вот. Знаете, вот у меня, на самом деле, у меня нет мысли в показателях, то есть, ну, я не знаю, в денежном эквиваленте. Да, в денежном эквиваленте. У меня нет. А в чем? Я знаю, что я хочу. Я хочу открыть все сети агентства по всей России. Вот это, да, это я хочу. Я понимаю, что здесь зарыто очень много денег. Ну, вот. Я хочу стать лидером на рынке, да, то есть, потому что его такого явного нету. Вот. Это, ну, я тоже понимаю, здесь тоже много денег, да, там, может быть, там, и далеко не один миллион. Там, я хочу открывать сеть сервисов детских, то есть, ну, развиваться именно в детской сфере. У меня есть прям такая конкретика Что я хочу сделать Я вижу это четко, я вижу, как это сделать Соответственно, тут тоже Достаточно много денег Но опять же, все в свое время А почему ты не торопишься? Почему ты не хочешь это взять здесь и сейчас? Нет, я работаю над этим То есть постепенно Пока у меня сейчас я сначала у себя в голове Все это продумываю Все обрисовываю, чтобы у меня была Прежде всего понятная картинка Чтобы я четко знала, что в какой детали я хочу Почему не хочу прямо сейчас? Потому что если я сейчас сделаю То это будет плохо А я хочу довести себя до такого состояния Когда я буду готова и сделаю это нереально круто У меня на самом деле Если я что-то делаю, то я делаю это очень хорошо Я действительно не могу делать Какой-то там говнодизайн Как очень многие это любят делать Я не могу ни у кого своровать картинку Я все делаю честно, делаю открыто и делаю красиво Поэтому До этого нужно Дотянуть Дорасти На что ты сейчас тратишь свои деньги? Это меня интересует себя больше всего Зачем тебе деньги, Валя? Деньги мне У меня семья здесь в Москве Я трачу прежде всего на семью На какие-то путешествия Вот так вот А вот зачем тебе развиваться? У тебя есть какие-то большие Такие, знаешь, знаковые покупки Которые ты или задумала, или уже сделала? Нет, я, конечно, хочу машину Нет, у меня сейчас машина Ну да, мне самое главное Вот сейчас, да, наверное, машину Потом хочу квартиру Какую машину? Какую? Признавайся Я хочу рейндж-ровер ВОК Ну она такая, ну как бы для девочек ВОК? Это огромный шкаф? Нет, ЭВОК ЭВОК Заняли это, я думаю В кредит или сразу все? Нет, наверное, в кредит пока То есть потому что я хочу брать новую И хорошую, красивую, в топе Друзья, немножко времени у вас осталось Чтобы задать вопросы Миша Дашкиева и Владе Чижевской 65 10 99 6 Московский телефон И страничка Финам Программа в доле На финам.фм Наталья интересуется Насколько доступны ваши праздники Вот правда интересно Доступны О, кстати, они вообще очень доступны И, возможно, это моя такая некая Я сейчас буду работать над этим Открывать параллельно там ВИП-праздники Вот потому что это разные сегменты Их смешивать нельзя У меня сейчас там Час праздника стоит 3000 рублей Вот это вполне доступная цена Что входит в этот Входит, кстати, вот тоже Отвечая на вопрос Евгения Да, который задавал Чем мы отличаемся Мы не просто там приходим к детям Да, мы стараемся еще В эту сумму включить Как можно больше всяких няшек То есть дополнительно каких-то Каких-то там, ну вот Приятностей Значит, во-первых, мы дарим подарки Вот Мы рисуем бесплатно аквагрим Там, а только в программе От полутора часов Потому что в час просто Не умещается физически Вот Ну, мы можем нарисовать И в час без проблем У нас входит классный костюм У нас входит шары разные Еще там входят всякие там Колбаски, сосиски Да, то есть Это вроде бы такая И элементарщина Из шариков колбаски Да, да, да То есть это вроде такая И элементарщина, да Но в то же время За эту цену Это как бы Для клиентов Достаточно важная такая Приятка То есть за 3 часа В общем, ой За 3 тысячи в час, да? Да, да, да Один аниматор Весь этот час Аниматор практически Как электровейник Ни минуты на месте Да, да, да Веселая именно программа Кстати, очень часто Нам звонят и спрашивают А у вас весело будет? Потому что действительно Очень мало Ну как бы Интересно, что должна Это ответить Ну, знаете, как-то не очень Но у нас вообще Так, достаточно печально Ну, нет, у нас Мы отвечаем, что Вы можете посмотреть наши видео Вы можете посмотреть наши фото Действительно праздники проходят Очень весело И обращайтесь к нам У нас действительно Очень классные аниматоры Слушай, но я вот знаю Что ты же придумала Еще очень интересный способ Продавать свои праздники Офлайн Не только в интернете Да, у нас Достаточно успешный опыт Мы работаем с одной Из сети магазинов Мы продаем свои праздники Да Мы продаем свои праздники В магазинах В коробке? Да, в коробке Да И что в этой коробке? В этой коробке Там лежит сертификат На праздник Родители активируют его Но это Сразу могу сказать Это такой немножко Даже бюджетный вариант Вот То есть Ну, в принципе Там цены такие же Вот То есть Это такой более доступный Вариант для покупки Вот Непосредственно в магазине Для родителей Это удобно Это как эксперимент Или это работает? Это работает Но там как бы Со стороны магазина То есть Ну, я вижу Что это можно сделать Намного круче Вот Я со своей стороны это вижу Но как бы Магазин там Все намного сложнее Там у них как бы Вот поэтому я пока не вмешиваюсь Но это работает, да То есть Но могло бы работать Еще круче Миша Скажи, пожалуйста С точки зрения бизнес-молодости Владин опыт Это успешная история? Это однозначно успешная история Но эта история может быть Немножко затянувшаяся Хотя сейчас я вижу Что она вновь вышла На новый уровень И взлетает в космос С нами была Влада Чижевская Море шоу И Михаил Дашки В бизнес-молодости В доле Стуты Ларс Хорошего дня